Я думаю, что получилось все очень закономерно, потому что так или иначе Запад приближается к нашим границам и, видя развитие нашей страны, очень не хочет, чтобы в регионе через океан была какая-то держава, которая могла бы выступать сама за себя. Соответственно, кризис в любом случае на той или иной границе бы случился. И мне кажется, вопреки тому, что многие люди искренне считают, что Крым стал причиной вот этого сильного противостояния, мне кажется, что если бы не Крым, если бы мы смогли бы заглянуть в какую-то альтернативную историю времени, то мы бы увидели не Крым, а какой-нибудь сбитый самолет, какую-нибудь акцию или еще чего-то, которая так или иначе привела бы опять же к этому же кризису. Поэтому сталкивание лбами двух народов происходит уже не первый год. И, я думаю, даже не первое столетие. И мы наблюдаем просто новый виток истории. Как быть и когда это все закончится? Ну, наверное, хочешь рассказать, хочешь смешить Бога, расскажи Богу свои планы. Но, тем не менее, очень хочется надеяться, что в течение этого года, так или иначе, произойдет какое-то событие, которое станет ключевым, и агрессивная политика Запада против России закончится. И очень хочется, чтобы им как-то по голове что-то очень серьезно стукнуло. Вот прям серьезно стукнуло, потому что я очень сильно убежден в невиновности нашего народа, ни в чем происходящем, в защите своих собственных интересов, защите своего будущего, защите своих границ и так далее. И, в общем, понимаю, что мы сейчас обороняемся, а не нападаем. И хочется, чтобы все-таки люди так или иначе осознали, и вот в течение именно этого года, в общем, не растягивая это на 3, 5, 10 лет, неважно. Ну, как быть простым людям? Ну, оставаться людьми. И ни в коем случае не путать политику и простую жизнь. Потому что, когда я, например, слушаю какой-то гнев со стороны людей, как россиянин, я перестаю понимать, как такое вообще возможно. Как возможно меня ругать за то, что я ничего не делал. И восприятие вот этих обобщений по национальному признаку, это самое страшное, что может произойти. Вот каждый отдельно взятый человек должен думать. Думать своей собственной головой и понимать, что, в общем, мы становимся инструментом в чьих-то руках. И в такую эпоху нельзя становиться животным, нельзя становиться скотиной, нельзя становиться зверем, который делает и не ведает, что творит. Это самое важное. Ну, и, естественно, любой человек будет защищать свой собственный интерес, свою собственную семью так или иначе. И видеть вот эти границы, где реально твоя территория, а где территория другого человека, для того, чтобы они не пересекались, это тоже очень важно. Остальное – это уже философия, это все уже нюансы какие-то. И вот, мне кажется, такой ключевой момент он очень важен.